Всем привет. Туамасино город на востоке Мадагаскара, административный центр округа Туамасино АЕФАР, района АЦЕИНАНАНА Н и одноименной провинции. Население, 282 стопа оценки 2014 года. Расположен вдоль побережья Индийского океана. Коммерческий центр и главный морской порт, обслуживающий большую часть внешней торговли страны. Грузооборот 1,7 миллиона тонн в 1974 году. В настоящее время из порта Туамасино вывозится на экспорт кофе, рис, бананы, ваниль, перец, гвоздика, графит. Ввозятся станки и оборудование, продукция текстильной и пищевой промышленностей. В городе находится предприятие пищевой, нефтеперерабатывающей и металлообрабатывающей промышленности. В 1977 году основан университет Туамасино-Н, входящий в систему общественных университетов Мадагаскара. В городе находится конечная железнодорожная станция линии, соединяющая Туамасино со столицей Антонана-Риву и аэропорт-Н. Туамасино обязана своему развитию местному коралловому рифу, сформировавшему довольно просторную бухту сразу с двух входами в нее. Город построен на песчаном полуострове под прямым углом к основной линии побережья. Город был восстановлен после разрушительного тропического Цейклона, который обрушился 3 марта 1927 года на восточное побережье Мадагаскара. Погибло 500 человек, выброшены на берег французские пароходы Катенат и Сейнте-Эн, норвежский пароход Эммэнда, британский барк Элизабет, парусник Борезики и буксиры Алкаса и Телесман. На главной улице города, Авеню Пуанкаре, Авеню Пуэнкар, усаженной рядами пальмовых деревьев, расположено множество магазинов и офисов различных компаний. Также здесь есть большой выбор отелей и ресторанов. Пляжи города пользуются популярностью, несмотря на акул и проблему загрязнения. Базарибе Базариби является самым колоритным рынком города. Здесь можно приобрести все, что угодно, от различных экзотических специй до изделий местных ремесленников. Рынок является центром города и одним из самых посещаемых мест в нем. Во время французского господства в Туамасине располагались резиденции некоторых иностранных консулов, а также многочисленные французские правительственные организации. Также город стал главным портом для столицы и внутренних районов страны. Основу импорта составляли дорогие штучные товары, мучные продукты, а также изделия из железа и стали. Экспортировались же, в основном, золотой песок, рафия, кож, сырье, каучук, резина, и живые животные. Связь с Европой поддерживалась пароходами компаний Мессаджерайс, Мэра Таймс и Хавраис. А с Маврикием, и дальше, с Цейлоном, компанией Юниан Касл Лайн Эн. Из-за отсутствия санитарии и большой плотности населения в городе нередко вспыхивали эпидемии. Например, бубонные чумы в 1898 и 1900 годах. После них в городе была проведена система канализации. После 1895 года коренное население начало перемещаться из города в специально построенные деревни к северо-западу. Была проведена линия телеграфа длиной 180 километров, связавшая Туамасину с Антононариву. Была построена железная дорога, соединившая порт Туамасины с Антононариву. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения, и удачи.